Службой центральных коммуникаций Казахстана был проведен брифинг в Астане. В конференции, проходившей в онлайн-режиме, приняли участие представители средств массовой информации со всех регионов республики. В онлайн-режиме обсудили достижения страны за последний год, рассказали о предстоящих событиях и планах. Журналисты задали множество вопросов о государственных программах, реализуемых в Казахстане. Между тем, председатель фонда развития Лизаты Брагимова поделилась показателями субсидий за прошедший год. Таким образом, по трем направлениям программы «Дорожная карта бизнеса-2020» уже подписано более двух тысяч договоров. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев – главные слова, прозвучавшие в первом послании Нурсултана Назарбаева народу Казахстана 15 лет назад. Именно к этой знаменательной дате был приурочен областной семинар, прошедший в историко-культурном центре первого президента. Все подробности далее. В этом году исполняется 15 лет со дня первого ежегодного послания президента страны народу Казахстана. Принятая в 1997 году стратегия развития 2030 стала отправной точкой в стремительном движении страны. Примечательно, что это послание главы государства было принято в очень тяжелое время не только для нашей страны, но и для всех стран СНГ. Все наши богатства постепенно пошли уходить из России. И оголялись все склады. Цены поднимались на тысячи раз. Вот именно в сложной ситуации как-то мы пережили, и когда уже на свои ноги, тогда мы начали определять свою политику. Именно эта политика началась с обращением, посланием президента к народу. И вот тогда мы поняли, что действительно мы можем жить самостоятельно и определять свою судьбу, внутреннюю и внешнюю политику. Организация работы по пропаганде и изучению посланий президента. Под таким названием в городе Тимиртау состоялся областной семинар. Ежегодно в этом документе глава государства обозначает самые важные ориентиры и задача всех казахстанцев правильно понимать основные цели послания, говорят организаторы заседания. Я хочу сказать, что год от года, от послания к посланию, президент ставил новые задачи и двигал нашу страну вперед. Если он тогда, 15 лет назад, поставил вопрос о компьютеризации всех школ, то сегодня уже стоит вопрос о внедрении программы форсированной индустриально-инновационного развития. Сегодня решаются жилищные вопросы, остро стоит и поднимаются, и решаются вопросы молодежной политики. В работе семинара приняли участие областные и региональные информационно-пропагандистские группы, городские и региональные Акимы, работники управления внутренних дел, представители образования и культуры. Главная цель, которую преследуют организаторы заседания, по-новому изучать и разъяснять ежегодное послание. Главная цель этого семинара, это не просто порассуждать, так скажем, о значимости послания, а посмотреть и поделиться опытом, поискать какие-то новые формы, методы работы в этом направлении. В завершении работы для участников была проведена экскурсия по музею первого президента Казахстана. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.